я вновь рад вас всех приветствовать на своем канале и наконец-таки появилась долгожданное видео связано затишье было с тем что попросту не было возможности делать какие-то доработки но на будущее хочу вам сказать что в планах есть очень крутая доработка по передку автомобиля и бюджет на эту доработку практически собран как только до соберу полностью бюджет будет видос по тюнингу по доработкам там все увидите все карты сейчас раскрывать вам не буду сохраним такую интригу ну а сегодня видео связано с проблемами охлаждающей системы конкретно беда произошла с вентилятором охлаждения радиатора поскольку сейчас идет лето большие температуры вентилятор должен быть рабочим но произошли некоторые проблемы которые уже в принципе удалось узнать это отсутствующий контакт на питание вентилятора связи с этим сейчас будем устранять эту проблему поскольку покатавшись так практически неделю у меня практически весь выкипел антифриз расширительного бачка так ездить нельзя можно очень спокойно положить мотор те кто увидели видео как я капитале у мотор и понимают на какие суммы можно встрять особенно в 2024 году я думаю сейчас уже будет и подороже запчасти в общем эту всю проблему будем решать все что необходимо я докупил покажу это чуточку позже также озвучу все ценники поэтому также помимо вентилятора сегодня хотел бы заняться тем что не могу сделать уже очень давно а именно заменить тяги на ручки двери водительской поскольку водительская дверь не открывается с наружной ручки очень долго я с этим мучился те кто видели предыдущее видео те знают прекрасно что у меня обломала тягу и найти эту тягу в городе было вообще нереально очень долго искал очень долго мучился но смог наконец-таки под заказ ее заказать привезли мне ремкомплект тяг ручек выглядит он примерно вот так ну и стоит 250 рублей в комплекте идет тяги на все четыре двери поэтому сегодня займемся конкретно водительской все остальное уже будем делать позже сам ремкомплект покажу чуточку дальше расскажу о нем более подробно что ж не забывайте поставить лайк подписаться на канал ну и всем приятного просмотра а мы начинаем в общем чё короче по по закупкам купил антифриз десятку поторопился конечно но ничего страшного пусть будет мало ли вдруг замена или долить как говорится есть что долить поэтому купил то купил также уже показывал ремкомплект тяг ручек дверей ну взял помимо этого также еще очиститель контактов и взял клеммы мама папа и круглую под аккумулятор сейчас все это буду устанавливать в процессе все покажу по ценникам в принципе антифриз самый дешевый что-то 600 или 800 рублей ремкомплект тяг 250 рублей на 400 рублей очиститель клеммы естественно дешевые они там стоят вообще копейки поэтому сейчас приступаю сначала к тягам сделаю тяги потом уже буду заниматься вентилятором в общем тут особо этому нету смысла рассказывать но все же запишу вам чтобы снять двери нужно открутить получается опачок для закрытия дверей также выкручиваем три полта из ручки двери после чего если у вас стоит то снимаете ручку стеклоподъемника снимаете вот здесь вот накладку на ручку двери и сама дверная карта держится на клипсах аккуратно снимаете и у вас появляется доступ ко всему внутреннюю в принципе я думаю все это знают но на всякий случай снял для тех кто не сведущий в этом ну что ж поставил я новую тягу и вот вот так вот она у меня идет я думаю вам тут должно быть видно в общем вот так мне пришлось изогнуть и сделал немножко по-хитрому вот идет стандартная тяга вы ее ставите к примеру в ручку она у вас встает вот так вот вот она у вас так встала а правильно сказать она встает вот так перекрутить ее немножко сделать ее вот так чтобы она у вас стала вот таким вот образом вам тогда будет проще натянуть на нее резинку после чего как вы вставили вот этот конец тяги засунули ручку все поставили дальше смотрите обычно но я так понял что все тяги они идут прямые их нужно будет подгибать вот я не стал выдумывать велосипед просто по месту и и подогнул так как она мне нужно чтобы ее длина была соответствующей замку ну собственно со мной в двух местах также натянул резинку чтобы тяга не спадала резинку по любому нужно и тяги то что иначе тяга просто-напросто спадает сейчас камера чуть-чуть настроиться а вот вы видите резинку черную ее нужно натягивать таким образом и вообще нужно натягивать чтобы иначе у вас просто-напросто короче будет слетать эта тяга резинку я натянул натянул при помощи маленьких пассатиш схватился за кончик за язычок и натянул все тут как бы вопросов нету теперь сейчас продемонстрирую что все у меня абсолютно работает то есть видим что все открываются закрывают все хорошо так что с этой проблемой я справился сейчас полностью соберу обратной последовательности дверь поставлю обратно вот эту тягу на личинку и буду уже заниматься вентилятором все двери собраны все шикарно можно переходить теперь подкапотки в общем проблема у нас подкапотки следующие во первых проблема с вентилятором то что он не крутит и косяк из-за того что ездил без вентилятора в жару и у меня выкипал антифриз где-то создалась в системе охлаждения воздушная пробка ее нужно будет выгнать этим я займусь чуточку позже сейчас я предлагаю рассказать все про вентилятор как вам можно собственно проверить первый вариант если вы вдруг у вас заметили что у вас не запускается вентилятор снимите вот эту вот фишку питание посмотрите на контакты обычно здесь куча всякого дерьма грязи и прочего что собственно засирает контакты возьмите аккуратно вытащите клеммы зачистите наждачечкой и вставки ну либо возьмите очиститель контактов и запшикайте все это дело им после чего накиньте все это дело обратно и проверьте еще раз вентилятор если же он не закрутил то тогда нужно сделать следующее переходим на эту сторону и видим внизу датчик вон он датчик проверяем его проверить его как можно вот видите да сейчас докоснулся случайно и уже иначе начал как бы крутить вентилятор снимаем два вот этих вот провода две этих клемки аккуратно и замыкаем их между собой видим да что все работает все у нас хорошо все замечательно у меня конкретно косяк было здесь мы увидите да в каком ужасном состоянии клеммы им просто-напросто хана поэтому я закупил клеммы и сейчас я это все дело буду менять что на той стороне что на вот этой стороне также заодно поменяю вот эту вот клему у меня оборвала обломала и не знаю как это правильно сказать ну в общем вот он этот провод сейчас это все дело заменю и там уже включусь и более подробно все расскажу в принципе ну только вот эти вот проблемы возникают если же у вас даже так не заработал вентилятор тогда проверяйте уже проверяйте уже непосредственно саму распред коробки то есть смотрите здесь внимательно вот он идет тут должно идти реле на вентилятор в моем случае здесь стоит такая перемычка ну тут как вам угодно хотите поставьте реле хотите оставьте перемычку то есть но тут особо роли это не сыграет также по моему один из вот этих вот предохранителей отвечает за вентилятор посмотрите его и самое главное самое главное что я вам хочу сказать плюс вентилятора завязан вместе с гудком то есть если у вас не работает сигнал значит у вас не будет работать и вентилятор тогда разбирайтесь уже с питанием самого гудка вот это вот такая основная тема ну и я крайне редко насколько я понял сколько я читал вникал в эту тему практически ни у кого я не видел чтобы перегорала сам эта плата куда вставляются все предохранители зачастую как бы просто предохранитель реле проводка ну как бы вы все видели но все же бывает такое что перегорают здесь дорожки на плате так что такие дела ну я сейчас пока что переделаю фишки и чуть попозже уже включусь друзья я все-таки победил данные проблемы все сделал все устранил в общем что он зачистил я значит контакты и также запшикал их очистителем контактов поэтому теперь контакты там нормальные он есть контакт и все с этим хорошо здесь также он можно видеть не было у меня термоусадки поэтому клемма обмотал изолентой дабы они не соприкасались ни с чем обжал новые клеммы соответственно все сделал все поставил также сделал все и тут тоже обжал хорошо все поставил все у нас замечательно долил антифриза он стоит практически весь грубо говоря и ушел вот так вот я пропускал антифриз и долго не мог врубиться почему же не включается вентилятор при нагреве то есть антифриз начинает кипеть но вентилятор не включается я уже начал грешить на плохой датчик то что датчик не исправен вентилятора но стоило мне хорошенько прокачать систему охлаждения именно дать машине поработать с открытой крышкой пока они попрут пузыри и не закрыв при ну то есть не выпустив все пузыри и не закрыв крышку вентилятор отказывался напрочь запускаться связано это было с тем с тем что в районе получается в районе термостата была пробка воздушная и термостат не открывался до конца тока я прокачал все термостат полностью открылся нижний патрубок стал горяченным таким же как все остальные и все заработало сейчас я предлагаю запустить машину дабы вы убедились сами лично во всем что у меня все работает в общем сейчас иду запускать машину и показываю результаты видим да что как бы датчик температуры работает все хорошо машину я уже проверял и ждем пока машина нагреется как только включится вентилятор я сразу же включусь обратно вот видим да что температура приподнялась и слышим что датчик заработал видим что все крутит слышим видим все то у нас заработало сейчас вот он остудил двигатель и температура также стоит на месте в общем такие дела все получилось все хорошо что ж ну сейчас буду подводить итоги данного видео и там все более подробно расскажу ну что же дорогие друзья пришло время подводить итоги и итоги таковы все таки мне удалось победить все данные неисправности и чувствуя сейчас радость и боль радость с тем что все таки я победил все то что было неисправно ну и боль связанную с пальцем как говорится не лезть туда куда не просят а именно полез трогать патрубок нижний патрубок радиатора дабы проверить отпился термостат или нет и палец меня попал под шкив больно досадно неприятно что поделать в общем надеюсь вам данная информация была полезна теперь я думаю каждый сможет понять что не так с его системы охлаждения с вентилятором и прочими делами которые сегодня я говорил поэтому если вам понравилось данное видео не забывайте подписаться на канал поставить лайк ну и оставить свой комментарий и напоминаю в скором времени будет шикарный видос по доработкам тюнингу передней части автомобиля по камень как я говорил в начале ролика все карты раскрывать не буду но я думаю вам такой видос зайдет сто процентов поэтому на этом я думаю стоит попрощаться всем спасибо за просмотр и всем пока